приветствую уважаемых подписчиков и зрителей моего канала меня зовут совет сегодня на сан боксинг ну да то еще может быть если у меня на столе лежит две посылки посылки от одного ну скажем так довольно известного интернет-магазина который занимается такой тематикой давайте их будем сегодня открывать получили сегодня утром очень долго терпел хотел открыть но решил все таки снять это видео давайте начнем с коробочки которая поможет возьмем ножницы и нещадно ее откроем хорошо запакованы ну что я думаю что кто-то уже наверное догадался мы скрываем рации это комплект из двух раций ну и всяких дополнительно вот так визер мануал на английском языке но хоть не на китайском что радует Юзер мануа. Дальше штатная гарнитура. Вот такая. В одно ухо. Ухо закрывается. Ухо вставляется. Паралончик клипса. Кнопка управления с микрофоном. И разъем типа моторловский, по-моему. Кенвеллзовский. Кенвеллзовский разъем типа Кенвеллзов. Здесь мы видим клипсу. Дальше мы видим саму рацию. Рацию у нас фирмы Baofing. Модель UV5RT. Это самая последняя модель существующих. Я пока не видел обзоров именно этой модели. Но, надеюсь, что, может быть, если вы захотите, я сделал этот обзор и буду первым. Идем дальше. Аккумулятор. Тоже Baofing. Литий-ионный. 1800 миллиампер. Схема 4 вольта. Соответственно, вставляется он до щелчка. Что-то где-то не закурил. Семей нам еще... Ладно, не будем ломать. Будем забираться позже. Это рация. Аккумулятор. Клипсер. Идем дальше. Больше ничего. Откладываем в сторону. Штатная рентелла. База для зарядки телефона. Зарядное устройство. Которое подсоединяется в базу. Вот таким образом. Имеет индикатор. И в коробочке у нас еще темляк. Больше ничего. С этой коробкой и все. Во второй коробке у нас должно быть абсолютно все то же самое. Это комплект с двух раций. Надеюсь, видно. Так выглядит комплект раций Baofing. Модель UV5RT. Полное название. UV5RT-UU. Это модель с расширенным диапазоном. Я думаю, вторую коробку мы открывать не будем. Там абсолютно то же самое. Я имею ввиду вот эту вторую коробку. Давайте посмотрим коробку. Как она выглядит. Здесь вы видите, что компания. Портативная двухдиапазонная радиостанция. Работает в двух диапазонах. Это диапазон 70 см и диапазон 2 м. Имеет фонарик. Имеет FM радио в расширенном диапазоне от 65 до 108 МГц. Ну и всякие хитрые вещи. Типа там. Roger Set. Монитор каналов. Автопоиск. Вот название модели вы видите полное. UV5RT-UU. С диапазонами от 136 до 174 МГц. И второй диапазон от 400 до 520 МГц. Оба диапазона разрешены в России. И не требует получения лицензии. Что можно? Давайте померим насколько она маленькая. Вот я думаю видно в руке как она лежит. Это радиостанция. Даже без аккумулятора. Соответственно размеры радиостанции. Это где-то в самой толстой части. Вместе с кнопками 58 мм. А без кнопок если считать то 51 мм. В длину радиостанция без кнопок само тело 95 мм. Вместе с кнопками управления 110 мм. Длина штатной антенны соответственно 17 см. Давайте померим вес радиостанции. Радиостанция без аккумулятора весит 132 грамма. С аккумулятором она будет весить 211 грамм. То есть радиостанция действительно легкая. Неинтересно как же она защелкивается. Очень интересно. Вот. Все отлично застегнули. Еще раз проверяем. 211 грамм. Ну собственно вторая радиостанция точно такая же. Покупалась. Они покупались в паре. Очень удобно сидит. Очень такая компактная. Но клипса соответственно она вставляется сюда. Винтик как я понимаю. Так вот к этим винтикам прикручивается клипса. Да. Вот мы сейчас делать не будем. Так. Отдвигаем в сторону. Вот таким образом она заряжается. Так вот. Отдвигаем ее сейчас в сторону. И переходим к вскрытию второй коробки. Там у нас тоже должно быть кое-что интересное. Посылка из интернет-магазина шла ровно месяц. День в день назад я ее купил. Давай вторую коробку. Вот так хорошо замотано. Видимо. Вот здесь. Мы тоже воспользуемся ножницами. Не очень-то надо искать нож. Так. Открываем ножом. Крепко. Затянуто. Так. Наша вторая часть посылки. Здесь все видно. Вот кстати. Это не рекламный магазин. Это тот самый магазин, где я это все покупал. Диск с программным обеспечением. Он нужен. Он идет в комплекте вот с этим кабелем. Это кабель для программирования радиостанции. А чтобы вам было удобно работать, вы можете запрограммировать у нее. Если у нее не изменяет память, то 28 каналов памяти. Соответственно вы можете занести в нее, чтобы вам удобно было работать. Так. Что у нас здесь. Открываем. Смотрим. Ага. Очень интересный аксессуар. Это батарейный отсек. Батарейный отсек для пальчиковых батареек. Как он у нас открывается. Как-то видимо. Вот так. Здесь очень хитро. Значит, если вы ставите батарейки размера АА, несмотря на то, что отсек рассчитан на 6 батарей, вы должны поставить их 5. Вот. И должны поставить туда специальную хитрую батарейку. Ну, пустышку, грубо говоря. Потому что иначе напряжение будет очень высоко. Если вы ставите в батарейный отсек аккумулятора, то вы просто ставите 6 аккумуляторов. Соответственно, вы видите, что да, он больше батарейного отсека. И если вы устанавливаете его, то ваша рация становится уже солидного такого размера. Большого. Ну и если ставить аккумулятор, то она получается небольшого размера. Есть батарейный отсек и для мизинчиковых батареек. Он, соответственно, меньше размером. Но смысл там такой же. Если аккумуляторы, их 6. Если батарейки, их 5. И тогда вам нужно купить вот точно такую же, только мизинчиковую. Не забудьте иначе вы не сможете работать с батарейками. Я купил две на всякий пожарный случай. Так. Батарейный отсек. Батарейки. Обманки. Батарейки. Идем дальше. Это тангета. Это такая вещь, которая позволяет вам выглядеть круто, как циррушник. Вы цепляете ее себе клипсой на погон, на ласком пиджака. Подключаете ее вот сюда. Таким образом. Дальше разговариваете уже с тангетой. Прием-передача. Прием-передача. Это маленькая тангета. Довольно неплохая. Вы можете точно так же вот сюда подключить обычную гарнитуру, ставить ее в ухо себе. Вот. И тогда она не будет кричать. При этом рация может висеть у вас на поясе. И она вам не нужна. Вам не нужно нажимать кнопку прием-передача. Вы нажимаете прямо здесь. Прием-передача. Ну, я думаю, в фильмах все это видели. Так. Значит, это маленькая тангета. Идем дальше. Что у нас здесь еще? Автомобильное зарядное устройство. Ну, неправильно сказать автомобильное зарядное устройство. Это автомобильный адаптер. Вы не можете включить вот этот разъем, братцы. Вы включаете его вот сюда. Ваше зарядное устройство. Существует модификация батарейного отсека без батареек, но заканчивающаяся вот таким адаптером прикуривателя. То есть, это рация, постоянно привязанная к машине и которая работает исключительно от прикуривателя. Мне этот вариант не очень устраивает. Мне нужна была возможность подзаряжать обычную рацию, существующую через автомобильный прикуриватель. Поэтому я купил вот такую вещь. Идем дальше. Что у нас тут? А у нас тут еще одна тангета. Рас и две. Тангета тоже две. Эта тангета побольше. Соответственно, тоже можно менять углы. Отличие этой тангеты от предыдущей. Ну, во-первых, у нее более качественный звук. Ну, как было написано. Точно так же здесь есть закрытое место, куда можно подсоединить наушник. Обычный, то есть, трехдюймовый наушник. Большой плюс этой тангеты. Она влагозащищенная. То есть, она не боится дождя. Она не боится погружения в воду на небольшую глубину. Соответственно, ваша рация находится у вас там в рюкзаке. У вас под одеждой где-то, где она не промокает. А тангета все время снаружи. И эта тангета не боится влаги, не боится дождя, брызг. И совершенно спокойно вы можете вести переговоры в дождь. Что у нас там еще остается? Так, коробка пустая. Остается у нас еще две антенны. Это антенна Nagoia. Видно здесь. Nagoia модели на 771. Считается, что это одна из лучших антенн для раций подобного диапазона. И незапредельно большого размера при этом. Давайте попытаемся ее открыть. И достать. Сейчас заклеено. Здесь тоже так же заклеено. Открыли. Антенна точно так же двухдиапазонная. Позволяет реально значительно по обзорам увеличить дальность работы. Раций. Вот она вот так выглядит. Мягкая. Довольно длинная. Что-то около 40 сантиметров. Если меня не изменяет память. Да, у меня линейка 30. Ну, 39, по-моему, на сантиметров. Соответственно, дальность увеличивается, ну, практически в два раза. То есть, если так, у вашей рации в условиях городского приема, либо лесистого приема, дальность связи будет 2-3 километра, то, я имею в виду, между такими же рациями, то с этой антенной это 5-7 километров. Вот. Примерно. Так это выглядит. Маленькая она. Антенна есть и куда больше длины, но, в принципе, я считаю, эта антенна достаточно. То есть, если у вас она висит на спине на клипсе, она вам не мешает. Либо она у вас, например, в рюкзаке, да, в рюкзаке у вас лежит рация, и наружу торчит только сама антенна. В принципе, очень удобно, и как раз вы пользуетесь тангетой. Вот такие посылки. С вашего позволения я вторую рацию открывать не буду. Ну, потому что там тоже самое, что было в коробке предыдущей. Итак, у нас антенны, у нас база для зарядки, у нас сама радиостанция. У нас комплект для радиостанции, это инструкция, клипса и гарнитурка. Ну, соответственно, темлячок. Далее у нас тангета большая, защищенная, не боящаяся воды. У нас зарядка, это штатная антенна. Я поставлю ее сюда, если она будет стоять. Ну, вот так у меня положено. Адаптер зарядки для базовой станции от прикуривателя. Это маленькая тангета. Это две батарейки-обманки. И это адаптер для использования аккумуляторов либо батареек. Я думаю, наверное, это весь обзор на сегодня. Если будет интерес у людей к этой рации, напишите об этом. Я постараюсь сделать обзор. Надеюсь, что это видео было интересным и полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Оставляйте ваши вопросы и предложения в комментариях. С вами был Совер. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.